привет всем с вами Виталина и сегодня я хотела бы снять видео по запросу как я делаю такой вот эффект светящегося изнутри объекта у меня спрашивали как я это делаю после обзора на лиру когда я показывала вот эти свои рисунки и вот я решила сегодня снять такой небольшой мастер-класс как я это делаю для начала объясню немножко как вообще получается вот такой эффект а вот вы сейчас видите на камере этот эту картинку из раскраски от рейте перма прогулка по временам года и вот как я это вообще делаю первый секрет это в послойном наложение карандашей то есть не сразу а постепенно мы накладываем карандаши наслаивая их друг на друга и самое главное что в середине должен быть вот такой вот яркий цвет который постепенно краям затемняется и переходит практически в черный и второй секрет это фон так как у нас получается по краям черный цвет ну или какой-нибудь очень темный какой вы выберете то должен быть обязательно контраст и вот мы здесь берем какой-нибудь желтый фон здесь у меня взять совсем такой ярко лимон даже не лимонная прям такой яркий солнечный желтый и вот он постепенно тоже краям он переходит другие цвета и затемняется края вот таким образом вкратце и получается такой вот эффект ну я сегодня решила выбрать карандаши здесь я сделала этот эффект лирами но так как я подумала что не у всех есть лиры не у всех есть полихромосы а раскрашивать всем хочется или попробовать себя в этом хобби покупать дорогие карандаши он еще не хочет я пришла взять карандаши которые есть практически у всех этот желтый стильного три колор я взяла здесь основных три карандаша и буду использовать четыре цвета вот этот вот карандаш все 20 я буду использовать а вот с этого вот такой яркий возьмем и еще дополнительный карандаш конечно же черный и и еще я не знаю точно буду ли я его использовать этот английский красный посмотрим может быть я его немножко смесь добавлю вот вы так выглядит выкраска сейчас карандашей которые я выбрала для этого эффекта вот этот вот нижний английский красный я не знаю буду ли я его использовать или нет мы посмотрим там по как будет идти процесс вот и раскраску я выбрала сегодня айви чернильная бабочка так как она тоже есть практически у всех и выбрала такой вот рисунок такой мотылек хотя судя по тексту это светлячок но посмотрим в конце что у нас получится будет ли это светлячок или все же мотылек очень будет интересно потом что выйдет ну сейчас мы начнем с вами раскрашивать потихоньку я наверное сделаю одно крылышко а другие крылышки уже естественно вы можете сделать по образцу этого первого я сейчас приближу так чтобы было хорошо видно потому что нужно же смотреть я думаю так нормально будет давайте начнем с крылышко значит вот еще раз я показываю выкраску сначала мы берем самый яркий светлый карандаш вот этот вот но в джо то нет надписей поэтому бекалор не подписаны цвета они у меня подписаны полномерках но я полномерки не стала брать они у меня лежат там далеко и считается что вообще тогда принципе она таки есть вот эти карандаши не помягче и я думаю можно добиться эффекта но хотя я скажу сразу что как бы если придираться и так смотреть как следует присматриваться то конечно лирами эффект будет намного лучше намного благороднее будет более такой светящийся а джо то так как это детские все-таки карандашик будет как бы немножко замыленный такой эффект ну ничего она тоже должно получиться неплохо потому что я какой-то раскраски тоже это попробовала предварительно попробовала так же вайве хорошо ли ложатся джо то на эту бумагу да они неплохо ложатся в эту на эту книжку вот я здесь вот пробовала вот эти вот тоже цвета поэтому попробую сейчас сделать значит как я уже сказала начинаем с вот этого яркого цвета возьмем давайте вот это нижняя крылышка на побольше и так вот еле-еле дотрагиваясь до бумаги карандашом мы начинаем наслаивать доложиться карандаш неплохо вот так вот мы наслаиваем и еще стараемся оставить вот сбоку оставить пространство то есть не до конца но здесь я почти до конца ладно а так вот оставляем и ну где-то судя по этому крылышку ну миллиметров восемь сантиметр можно оставить до сантиметр давайте оставим примерно ну чуть позже чуть меньше и почему потому что в дальнейшем нам нужно здесь вот в конце будет по краям наносить довольно таки много слоев чтобы бумагу не запивать поэтому мы оставим что она была вот вот это вот пространство оставим чтобы она была не заполнена для того чтобы мы дальнейшем могли нанести больше слоев и это не то что не потому что мы используем сейчас дешевый карандашик это нужно сделать со всеми потому что любая бумага имеет границы забивания она забивается и потом вы больше не наложите никаких слоев вот вы покрыли совсем слегка я думаю что это видно на камеру я еще снимаю при немном свете совсем совсем слегка дальше мы будем потом еще дополнять но пока мы оставим на таком этапе вот это первое нанесение берем теперь другой цвет вот этот вот более темный коричневый вот как ахристый такой у нас тот карандаш и наносим вот захватывая уже нанесенный нами слой и наносим это пониже уже то есть мы уменьшаем пространство между краем и серединкой нанося вот этот вот карандашик то вот здесь под крылышком и тоже его уже нанесем до конца не сильно надавливая очень первые слои я всегда делаю еле-еле касалась вот если такие эффекты особенно состою потому что на это нужно немножко времени затратить чтобы они реально выглядели красиво вот здесь я до конца дошла а здесь и пока тоже не буду до конца наверное доходить я потом посмотрю если мне недостаточно будет насыщенности ведь этот слой он тоже как я люблю вы знаете уже кто смотрит мое видео я люблю такие заливки чтобы они выглядели как трехмерные будто даже многомерные а вот это смотришь в какой-то колодец и там тебя просвечивается одно какие-то там камешки растения но вы понимаете что я имею ввиду что как бы этот слой не плоский получается а такой вот прозрачный глубокий и поэтому чтобы такого нам добиться нам нельзя накладывать надавливая на карандаш в этом конечно есть и свои преимущества до недостаток тот что очень долго это делать а преимущество в том что рука то у вас не станет так еле-еле давить просто сидите и расслабляйтесь я нанесла вот этот опять же легкий совсем слойчик здесь сейчас пока не видно ничего что вот это так сияет там это только мы начинаем с вами и еще вот лирами вы можете практически бесконечно это делать а что то конечно возможности крайне ограничены поэтому я очень-очень стараюсь чтобы не забивать слабенько так теперь берем следующий карандашик а он кстати у нас в этом же карандаше я себе пометила заранее бумажечками какие я возьму из чего то вообще нет они лежат эти карандаши просто так резиночка перевязаны значит берем далее темный карандашик и захватывая вот этот вот второй цвет немного мы доводим до конца так и я думаю вот этот вот ободок мы тоже на бабочки мы сейчас игнорируем все эти узорчики ободочки а вот это у нас просто вот крылышко без всяких узоров я тоже так люблю раскрашивать часто объекты получается тоже красиво ведь не обязательно хоть это и раскраска антистресс вам не обязательно каждый вот этот тангл или как он называется закрашивать все эти узорчики частности здесь мы хотим добиться какого-то эффекта не за счет того чтобы мы многоцветные мы этим узором закрасим за счет того вот за эти за счет этих градиентов которые мы с вами сейчас создаем вот здесь вот под крылышком мы тоже нанесем этим карандашиком потемнее и я еще хочу сказать что наносить можно слои до того даже не можно а нужно делайте до того пока вы уже почувствуете что ваша бумага совершенно уже не убирать в себя пигмент карандаша тогда лучше остановиться если вы начнете эту бумагу бедную мучить карандашом надавливая на нее то он просто начнет размазываться и соскальзывать размазываться как будто знаете вот такой эффект как бывает какой-нибудь товар из него сыграли этикетку а там остался вот этот вот клей и ты начинаешь пальцами его вот так вот пытаться отыграть остаток очистить и он просто размазывается и превращается в какую-то грязь поэтому так ну смотрите вот мы до конца довели вот этот вот темный коричневый и я сейчас посмотрю космос и ну неплохо вот первый у нас слой такой вот легкий он нанесен у нас и за счет того что мы не давим сильно получать такие слабенькие то есть плавные переходы и я практически честно сказать я очень редко использую блендер только если полихромы они у меня любят что по блендер этих и мандалузы если хочешь вот поверхность такую ровную без просветов то я практически не использую блендер и вот в этом слое я тоже не советую использовать блендера только в крайнем случае если вас карандаши вообще так просвечивают текстуру бумаги что вообще вам не нравится просто если вы начнете использовать здесь блендер вы замыльте этот эффект и свет вот этот вот изнутри идущий он исчезнет поэтому я вам советую не использовать здесь блендер просто подбирайте под вашу бумагу подходящие карандашики у нас уже у всех полно карандашей любых пусть даже недорогих можно всегда что-то выбрать подходящий для бумаги поэтому не используйте в этом эффекте блендер вы его просто можете замылить это просто надо опыт по невозможно что нужно использовать его но это сложно это надо большой опыт чтобы не замылить рисунок так но теперь начинаем далее теперь мы начинаем снова нашу серединку закрашивать вторым слоем вот этим вот ярким карандашиком то жаль конечно они не подписаны ну я думаю разберетесь какие-то цвета потому что выкраску я показываю не раз начинаем дальше но вот здесь средине сильно не надо тоже перебарщивать пусть останется очень светленькая конечно как вы хотите если вы хотите чтобы он прям желтым отливал можете немножко больше но я наверно не буду я ставлю совсем-совсем такой светленький светленький вот слощик а вот сюда вот в бокам мы можем и посильнее вот я уже чувствую что надо осторожно потому что эти джото это не лира они быстро начинают замыливаться и вот так вот скатываться как я вам рассказала пример с отклеенной этикетки на каком-либо товаре поэтому осторожно черта но опять же может быть это зависит от бумаги тоже например мне кажется вот моей айви немецкая версия этой книжки бумага здесь хорошая плотная акварель прекрасно выдерживает я уже вам показывала какие тут в акварели получаются эффекты как крупиночки в каком-то видео я вам показывала по моему обзор за июль это было где я показывала свой разворот в айви на тему марафона от ольги рани пир на весь мир и вот там я использовала акварель и вот такой эффект крупинчатый заливки получался вот для акварели хорошая бумага а вот карандаши мне кажется вот они тут все они как-то замыливаться начинают быстро ну лира тут хорошо тоже конечно не так как в других бумагах не столько у нас слоев выдержала но хорошо было лирой вот ну не это ничего страшного я еще хочу повторить что если у вас нет ни лиры не полихромоса есть только джота или еще какие то вы можете точно такой же эффект сделать только просто поступайте более осторожно щадите вашу бумагу потому что поверьте если вы даже так еле-еле касается бумаги у вас пигмент все равно наносится я конечно не беру во внимание те карандаши совсем детские которые не ломаются когда ребенок прямо по столу вот так вот надавит до того не твердые я беру во внимание нормальные карандаши которыми можно в нашем хобби пользоваться так вот видите вы на камеру я думаю хорошо что оно у нас обретает какие-то очертания ну вот таким образом мы сделали если у вас получается какой-то вы видите неплавный переход то немножко чуть-чуть еле-еле вот можете сюда зайти внутрь если совсем не плавно получилось так но я думаю так хорошо например начинает светиться берем теперь второй пател в общем берем теперь вот этот вот карандашик вот этот вот и так же поступаем немножко мы захватываем краешек не переходим аж сюда до середины а вот вот с краешку мы берем и наносим да тут конечно я не разумеется слоями но это может быть даже и к лучшему а то я могу затянуть это видео я думаю достаточно подробно объясню если какие-то вопросы будут непонятки то пишите конечно я отвечу с удовольствием но я сделаю вот это вот одно крылышко а потом доделаю всю бабочку мотылька этого покажу вам ее и скажу какими я мелками буду фоны я буду делать в этом случае мелками марабу вот в раскраска риты берман я делаю я делаю мелками яксон да хотя в принципе могу здесь тоже яксон давайте здесь тоже яксон сделаем потому что марабу они более яркие может быть фон он затмит наш объект а нам надо не надо этого делать там все-таки надо чтобы объект был холоднее поэтому мы возьмем яксон они более бледнее и сделаем ими фон вы можете взять любые ваши мелки из фикс прайса какие у вас там только есть только главное чтобы вокруг этого мотыль очка и немножко далее распространялся этот желтый яркий фон желтый вы можете варьировать как вам нравится можете лимонный бледненький более бледненький желтый не обязательно вот как у меня я брала солнечный желтый это не обязательно но чтобы он не очень сильно был бледный чтоб все-таки был как светящийся такой и вот если у вас допустим объект вот у нас получается теплый да вот такой же теплый как этот сачек поэтому наверное все таки возьмите вот потеплее желтый не вот такой у меня тут ничего есть что показать лучше вот не берите вот вот такой вот холодный желтый да вот вот здесь как у меня на крышечке от сахарницы не надо здесь брать такой холодный желтый потому что он будет конфликтовать он не будет гармонично смотреться потому что объект у нас горячий окон какой-то холодный ну может быть это будет интересно конечно как-то но я честно говоря так не пробовала я так думаю вот такой желтый лучше взять если вы берете делайте ваш объект какой-то голубой синий вот такой вам ведь такими уже можно тоже делать не обязательно теплые брать какой-нибудь знаете такой какой звезды прохладные в небе светятся какие-то космические объекты и для усиления вашего свечения вы берете вот такой вот лимонный холодный желтый для нашего такого горяченького золотистого цвета бабочку сейчас же тоже светочка или бутылка таким делаем то я вам советую берите на желтый теплее ну значит этим карандашиком и немножко тут уже похимичили вот захвата вот этот коричневый и я вот прям практически до конца я его немножко легко касаюсь практически вот до конца но не до конца на ободок я все-таки не захожу потому что на него мы наложим еще один темный коричневый цвет а потом еще и черный место надо оставлять для пигмента бумагу чтобы он входил как я уже повторяла несколько раз ну достаточно я думаю сейчас достаточно и вот мы сейчас берем уже вот этот вот коричневый вот этот перед черным который и затемняем прямо вот здесь внизу здесь я уже немного надавливаю посильнее чтоб темный цвет у нас был такой прям контрастный вот я уже чувствую что начинает замыливаться бумага что карандашики начинают скользить и намазываться конечно намазывающийся эффект когда он не сильно сказать такой вот клейкий как тягучий получается можно тоже конечно использовать если вы хотите быстро какое-то яркое закрасить объекту почему бы и нет вы размажете его самим карандашом размажите блендером будет вся поверхность гладкая яркая но такого вот эффекта как у меня сейчас получается потихоньку но не получится если вы начнете замыливать карандашами бумагу поэтому осторожно то же время вот здесь посильнее но на такой сильнее сейчас я вижу вот у меня вот такой прям резкий переход вот здесь темное здесь сразу яркое поэтому я возьму средний коричневый вот этот второй который после яркого охру примерно наверно пока христый и мы опять вот вот этот загладим просто переход вот здесь вот мы его сгладим чуть-чуть к серединочке каплику капельку надо сильно до середины вот мы его сглаживаем и получается уже не такой контраст дикий вот видите это все очень кропотливо конечно чтоб добиться результата возможно я отношусь к этому так уж совсем щепетильно но я хочу показать то как я делаю а там вы можете поэкспериментировать может вам понравится и более быстро это сделать не как я сижу и мечу с этим фоном но то есть заливкой но я такое делаю и принципе если время есть если вам хочется отдохнуть то это хорошая медитация кстати делать вот такое ну вот и я возьму еще немножко самого яркого этого нашего первого цвета тоже чуть добавлю сюда в конце смешаю его со средним который мы сейчас наносили я с ним немножко смешаю заодно получается смешение изглаживание краев и если я вот этим цветом даже уже сейчас когда мы подходим к концу зайду вот сюда то это будет даже очень хорошо вот на темный наш этот край зайду и светленький он смешается придаст яркость и разгладит дополнительно неровности и все вот и блендера нам здесь не нужно но мне вот я сейчас смотрю мне нравится принципе времени прошло не так уж и много я была это дольше это делаем а сейчас уже эффект довольно таки симпатичный я думаю это видно тут вот немножко образовалась чуть-чуть вот эти вот как я уже рассказывала размазывание клей клейкая но она не страшно самая паприка она не видно но я сейчас его еще здесь разотру все все хорошо сейчас так ну а сейчас мы начинается самое интересное мы берем черный карандаш черный карандашик берем джотов знаете он очень черный очень яркий хороший даже на множество слоев наложится и мы затемняем вот наш краешек таким вот и опять же у самого края мы можем надавить а к серединке но мы не самую серединку конечно пойдем мы немножко захватим черным вот это тут самый вот последний наш темненький участок который нанесен темно-коричневым вот вот этот цветом который перед черным вот вот этот вот мы захватим чуть-чуть пару миллиметров этого слоя ободок мы вот этот вот сделаем полностью черненьким и немножко вот захватываем тоже вот здесь и мы захватываем коричневый еле-еле нажимаем а здесь посильнее нажимаем вот видите как сразу он начинает сиять вообще мне очень нравится я уже говорил в каком-то видео вот эти вот земляные оттенки охра умбра всевозможные их вариации сиена такой вот все такое теплая умиротворяющие какой-то получается хотя бы я уже говорила вы можете любые цвета брать поэкспериментируйте кстати мне бы очень хотелось посмотреть если кому понравилось понравился этот метод может быть вы выложите где-нибудь в инстаграме потому что многие мои подписчики тоже есть в инстаграме я с удовольствием захожу смотрю работы оцениваю в общем мне очень нравится как и молодцы прям мы вообще все с вами молодцы такие классные работы создаем вот и может быть кто-то выложит в инстаграме или вконтакте в группе мне бы хотелось посмотреть на или возьмите какие другие цвета какие вам нравятся может вам не нравятся такие вот земляные оттенки ведь они же не всем нравятся вкуса говорится у всех разные вкусы и мне бы хотелось потому что я еще честно говоря вот этот вот эффектик я не делала с холодными цветами голубыми бирюзовыми такими всякими хотя с ними ведь тоже можно в серединку включаете как я уже в серединку включаете лимонный желтый и фон делаете тоже лимонным желтым поначалу вот здесь вот я думаю будет неплохо смотреться вот значит мы сделали бабочку то есть крылышко черненьким затемнили можно конечно надавить вообще конкретно чтоб тут аж как черный уголь был но я наверное не буду вот здесь вот в этом рисуночке у меня помимо того что я это сама сюда черный добавляла так тут у меня еще и контуры такие были вот-вот они яркие такие черные были ну и он получается как червоное золото да вот такой эффект как бы и здесь я использовала еще больше карандаши здесь я сепию брала вместе с черным темную сепию ну вот так вот и здесь он весь на таких прям фактурных прям рисуночках а эта бабочка она более нежная такая ведь это же мотылек светлячок если еще лучше светлячок он должен сиять то я не думала что здесь надо нам прям как угольные черные делать мы оставим так светленькие черные думаю так не плохо получается ну-ка посмотрите поближе может будет лучше видно я думаю хорошо видно сейчас например я на камеру вижу отлично вот я думаю хороший получился да надеюсь очень так и вот мы возьмем еще такой вот темный коричневый вот этот снова и мы сгладим опять наш переход между черным черным и вот коричневым и и немножко добавим в черный коричневого то есть заходим прям до конца сюда заходим и вот так вот наносим тут практически уже ничего у меня не нанесешь но кое-что и даже вот бывает вам кажется что у вас уже ничего не наносится но хотя на самом деле все равно оно что-то наносится если вот не замыливается не не размазывается то по любому оно еще что-то наносится особенно с лирой у меня так вот как бы вот кажется все уже некуда наносить но я что-нибудь все равно наношу наношу и смотрю фон меняется он начинает еще больше сиять больше появляется у него глубина вот с лирами да вот у меня так прям поэтому у меня с ними любовь вот что-то более проще тоже неплохо вот и даже вот наношу но кое-что еще все-таки наносится ну вот я думаю на этом и закончить то вы сами знаете также надо вовремя остановиться потому что если вовремя не остановишься оно и все ты испортишь то есть опять же задание для нас такой вот своеобразный внутренний челлендж остановись вовремя потому что делать можно бесконечно но идея которую ты задумал она не бесконечна у нее есть какие-то свои очертания и она должна быть такой какой вы задумали ее если вы начинаете здесь химичить и химичить и химичить дальше то уже вы понимаете что вы замыливаете свою работу и она уже теряет свою такую прелесть ну все на этом я сейчас выключусь потом когда я закончу эту бабочку я покажу вам ее снова полностью как она вышла и покажу мелочи цвета которые я буду использовать для фона но фон я делать уже не буду тоже на камеру потому что есть видео на котором в котором я показываю как я делаю фоны моими водорастворимыми мелочками кому интересно заходите смотрите она длинная вы можете переключать там именно то что вам нужно вот и таким образом будет у нас готовый объект готовый объект я также потом покажу поэтому это видео будет у нас в несколько этапов ну все начинаю красить дальше бабочку вы надеюсь тоже начнете экспериментировать так ну а сейчас мы начинается самое интересное мы берем черный карандаш черный карандаш берем джотов знаете он очень черный очень яркий хороший даже на множество слоев наложится и мы затемняем вот наш краешек таким вот и опять же у самого края мы можем надавить а к серединке но мы не в самую серединку конечно пойдем мы немножко захватим черным вот этот самый вот последний наш темненький участок который нанесен темно-коричневым вот вот этот цветом который перед черным вот этот вот мы захватим чуть-чуть пару миллиметров от этого слоя ободок мы вот этот вот сделаем полностью черненьким и немножко вот захватываем тоже вот здесь мы захватываем коричневый мы еле-еле нажимаем а вот здесь посильнее нажимаем вот видите как сразу он начинает зиять вообще мне очень нравится я уже говорила в каком-то видео вот эти вот земляные оттенки охра умбра всевозможные их вариации сиена вот такое вот все оно такое теплое умиротворяющее какое-то получается хотя как я уже говорила вы можете любые цвета брать поэкспериментируйте кстати мне бы очень хотелось посмотреть если кому понравилось понравился этот метод может быть вы выложите где-нибудь в инстаграме потому что многие мои подписчики тоже есть в инстаграме я с удовольствием захожу смотрю работы оцениваю в общем мне очень нравится как я молодцы прям мы вообще все с вами молодцы такие классные работы создаем вот и может быть кто-то выложить в инстаграме или вконтакте в группе мне бы хотелось посмотреть или возьмите какие-нибудь другие цвета какие вам нравятся может вам не нравятся такие земляные оттенки ведь они же не всем нравятся как говорится у всех разные вкусы и мне бы хотелось потому что я еще честно говоря вот этот вот эффектик я не делала с холодными цветами голубыми бирюзовыми такими всякими хотя с ними ведь тоже можно в серединку включаете как я уже в серединку включаете лимонный желтый и фон делаете тоже лимонный желтый поначалу вот здесь вот я думаю будет неплохо смотреться вот значит мы сделали бабочку то есть крылышка черненьким затемнили можно конечно надавить вообще конкретно чтобы тут аж как черный уголь был но я наверное не буду вот здесь вот в этом рисуночке у меня помимо того что я это сама сюда черный добавляла так тут у меня еще и контуры такие были вот вот они яркие такие черные были ну он получается как червоное золото да вот такой эффект и здесь я использовала еще больше карандаши здесь я сепию брала вместе с черным темную сепию ну вот так вот и здесь он весь на таких прям фактурных прям рисуночках а эта бабочка она более нежная такая ведь это же мотылек светлячок если еще лучше светлячок он должен сиять то я не думаю что здесь надо нам прям как угольный черный делать мы оставим так светленький черный думаю так неплохо получается ну-ка посмотрите поближе может будет лучше видно я думаю и хорошо видно сейчас например я на камеру вижу отлично вот я думаю хороший получился да надеюсь очень так и вот мы возьмем еще такой вот темный коричневый вот этот снова и мы сгладим опять наш переход между черным черным и вот коричневым и и немножко добавим в черный коричневого то есть заходим прям до конца этим черным коричневым прям до конца сюда заходим и вот так вот наносим тут практически уже ничего у меня не нанесешь но кое-что любая это у них вам кажется что у вас уже ничего не наносится но хотя на самом деле все равно оно что то наносится если вотobile за impacting не размазывается то по любому она еще что-то наносится особенно с лирой у меня так вот как бы вот кажется все уже некуда наносить но я что-нибудь все равно наношу наношу и смотрю фон меняется он начинает еще больше сиять больше появляется у него глубина вот с лирами да вот у меня так прям поэтому у меня с ними любовь вот что-то более проще тоже неплохо вот и даже вот наношу кое-что еще все-таки наносится ну вот я думаю на этом закончить то вы сами знаете также надо вовремя остановиться потому что если вовремя не остановишься оно и все ты испортишь то есть опять же задание для нас такой вот своеобразный внутренний челлендж остановись вовремя потому что делать можно бесконечно но идея которую ты задумал она не бесконечна у нее есть какие-то свои очертания и она должна такой какой вы задумали и если вы начинаете здесь химичить и химичить и химичить дальше то уже вы понимаете что вы замыливаете свою работу и она уже теряет свою такую прелесть ну все на этом я сейчас выключить потом когда я закончу эту бабочку я покажу вам ее снова полностью как она вышла и покажу мелочи цвета которые я буду использовать для фона но фон я делать уже не буду тоже на камеру потому что есть видео на котором в котором я показываю как я делаю фоны моими водорастворимыми мелочками кому интересно заходите смотрите она длинная вы можете переключать там именно то что вам нужно вот и таким образом будет у нас готовый объект готовый объект я также потом покажу поэтому это видео будет у нас в несколько этапов ну все начинаю красить дальше бабочку вы надеюсь тоже начнете экспериментировать я закончила эту бабочку полностью раскрасила вот так получилось на этом этапе в общем мы с вами посмотрим когда я сделаю фон если я ничего не на портачиванию то это будет светлячок а если что-то не так пойдет то будет какой-то наверное невзрачный мотылек ну в общем посмотрим сейчас пока он светится даже без фона думаю что хорошо получилось и вот этот вот английский красный что я говорила возможно буду использовать вот он я его все-таки добавила я его добавила вот сюда на брюшка вверх чуть-чуть и вот на верхние крылышки вот здесь немного чтобы не было так совсем скучно и он еще более такое наградный стал ну я еще подумала что раз светлячок у него же брюшка светится но как правило светится внизу а я сделала вот посередине такой светящийся но у меня так будет в общем на этом этапе так выглядит фон я буду делать я уже отобрала мелочки вот этими мелочками яксон я буду делать и вот они и буду использовать 4 цвета для фона он будет такой же как и примерно как и зайчиком картинки которые сегодня уже показывал значит желтый будет вокруг мотылька затем он будет переходить в оранжевый смешиваться с ним затем переходить вот такой какой-то розовато-пурпурный в общем как называется правильно пурпурный красный он называется вот у меня и затем он переходит синий смешивается вот этот вот пурпурный красный я буду смешивать с синим и будет получаться такой фиолетовый цвет ну я еще раз сейчас покажу вот примерно я хочу сделать так же каким как и здесь конечно точно так же не получится но примерно здесь я еще добавляла элементы фона как бы как бы кену подобие на него какие-то пузыречки воздушные добавляла еще и левой ручкой в этот раз я не буду этого ничего добавлять просто сделаю такой фон ну посмотрим как он выйдет в общем как я уже сказала как я делала фон я уже показывал и когда я сделаю фон мы с вами посмотрим на окончательный результат и тогда уже определим что у нас получилось еще я бы хотела вот сейчас процессе когда я раскрашивала эту бабочку я вспомнила что на днях я смотрела видео и одна девчонка говорила что у нее карандаши с джотто при заточке они крошатся ломаются и вот я недавно обратила внимание раньше я очень любила вот эту точилку маппет игла она была такая классная никогда не ломала мне карандаши а последнее время я не знаю это это уже вторая моя точилка они она новая никогда такого особо с ней не было я думаю может быть это бракованная какая-то партия вот она мне сломала джото пару раз и сломала мне даже полихромос мой любимый темно-красный полихромос который я просто обожаю но тогда мне его сломалось я не знаю в чем дело но до этого он у меня упал но я не думаю он упал на ковер он никогда до этого они не реагировали так сильно на падение на ковер а джото тоже вот сломались пару карандашей в общем я не знаю я еще конечно протестирую но может быть действительно это какая-то бракованная партия потом я все-таки сегодня я не стала в точить и точу я не нравится сейчас вот это от faber castell только вот это вот здесь она тройная мне нравится вот именно вот эти одна для color grip для акварельных карандашей вот я в ней все карандаши точу и вот здесь получается такой вот не сильно длинный потом грейфель заточенный и он таким образом мне кажется еще из-за этого не ломается и не выпадает так как он не сильно длинный а вот это маппет она делает длинный грифель и он быстро ломается хотя раньше я не замечала чтоб ломался ну вот в общем вот этот такой вот грифель да его конечно нужно чаще будет точить потому что так он короче он быстрее списывается но зато вероятность того что он сломается вообще меня минимальная что он выпадет просто и также мне нравится вот эта точилка от фирмы кум тоже недавно купила здесь вообще 4 отделения вот для есть 8 и 11 миллиметров диаметра внизу вот здесь 7 и 10 то есть вы подбираете под свои карандаши это уже она делает не длинный кончик и не ломается потом карандашки в общем такой пока у меня на сегодняшний день поэтому если у кого-то ломается джотто при циточке то попробуйте другую точилку вот я сегодня этим и точила они меня довольно сильно списались на этих слоях многочисленных я затачила их вот этим фабер-кастель и кум заточила принципе все нормально получилось но вот фабер-кастель я могу порекомендовать особенно вот именно именно вот вот эту одну для всех карандаши я использую и она долго не тупиться вот она мне уже давно и до сих пор она не затупилась хотя да конечно цена у нее не особо бюджетно я не помню даже сколько я покупала 5 евро наверно точно не помню ну ладно если кому интересно я потом подробно посмотрю вот что касается точилок карандашей на этом пока мы закончим на этом этапе с мотыльком я сделаю фон и покажу вам уже окончательно как она все выглядит еще хотела сказать то может забуду потом когда будет записывать с фоном так и небольшие небольшой анонс следующего видео который я хотела бы сделать у меня попросили сделать обзор на карандаши фабер-кастель goldfaber это линейка для хобби художников они намного дешевле полихромисов два раза и я считаю что это хорошая идея сделать такой обзор потому что в сети нет их таких вот развернутых обзоров и очень мало там парочку только нашла в принципе даже может быть даже один не смотрела 2 какой-то был такой мимолетный какой-то и я подумала что это хорошая идея снять обзор на эти карандаши но я должна подготовиться сначала я хочу как обычно не быть голословым я считаю что если карандаши ты хочешь они какой-то сказать своему какое-то мнение нужно их как следует испробовать я хочу раскрасить ими картинку и также что-нибудь нарисовать и потом уже я сделаю обзор мне кажется я думаю что мне кажется это будет хорошая идея такое видео сделать насчет видео болталки раскрашивать болтаю германии и принципе никогда не поздно сделать да вот обзор карандашей я думаю может кому-то он очень нужен сейчас например у меня такое часто было я так хочу обзор на карандаши его нет ищешь ищешь ничего конкретного не находишь поэтому я думаю это была хорошая идея я сделаю этот обзор не могу сказать когда но следующее видео я думаю будет этого обзора и еще я бы хотела также сделать обзор моей раскраски которые я говорила я выписала с амазона вот она мне пришла эта раскраска вот это вот стимпанк от татьяны богема я тоже когда ее заказывала на амазоне там пару картинок можно посмотреть но в частности вот эти что на обороте но обзора я конкретно на нее не нашла есть на другие из этой серии но мне нравится больше всего именно вот это есть по моему еще две раскраски от татьяны богема на эту тему но мне нравится именно эта раскраска я бы хотела на нее сделать обзор так быстро пролистать просто может кому-то опять же будет интересно ну все на этом закончим эту часть я перехожу к фону все готов этот мотылек или светлячок в общем получилось мне кажется нечто среднее с фоном я все-таки изначально она портачила во первых я прошу прощения я перепутала цвета в прошлой картинке я смешивалась с синим не пурпурный красный обычный красный поэтому прошу прощения за то что я это как-то перепутала то они тоже смешиваются но получается бледненький цвет он не такой синий преобладает а когда смешиваешь с красным с ярким тогда получается такой фиолетово-сиреневый вот это а еще на эту бумагу так ложится ужасно вернее ложится еще нормально размываются эти мелкие аксон не очень вообще мне не понравилось на этой бумаге размываются и поэтому я вынуждена была потом дорабатывать марабу вот здесь вот эти все темные места еще и акварели добавила акварели потому что мне показался этот фон какой-то предсказуемый в общем просто чисто такой без всяких неожиданных эффектов так сказать я сюда еще добавила таких подтеков акварели и еще сделала здесь бедочки были черненькие я их обвела белой гелевой ручкой и тут какие-то маленькие точечки тоже обвела кстати здесь я удивилась у меня обычно гелевая ручка белая на поверхности которая после размывания мелков она не писала на этой бумаге пишет то есть получается все зависит от бумаги но я больше не буду в этой раскраске делать аксон только марабу марабу конечно отлично все размывается вот тут столько слоев у меня теперь я конечно же фиксативом закреплю пару раз побрызгаю ну вот а в целом принципе получилось ничего пойдет так на мой взгляд может быть конечно не то что я хотела она пойдет в общем напишите мне в комментариях понравилось ли вам что получилось вообще результат и сам процесс понятно ли было еще немножко не обвела маленький вот кружочек вот на этом темном фоне я не стала делать никакие точки поэтому потому что будет слишком контрастно и тогда мотылек не будет так светиться и потеряет он этот эффект что вот он как бы главный объект на этом рисунке и к нему все внимание а если на белом если на темном фоне белые контрастные точки будут везде стоять то это уже вот не то от отвлечения внимания и здесь немножко приближу вот чтобы посмотрели как это вверху получилось вот так это выглядит в общем получилось как я уже сказала наверное нечто среднее между светлячком и мотыльком но все-таки он светится мне кажется и потом я еще когда фон был сделан мне он все-таки показался чересчур ярким таким и я все-таки еще взяла черный карандаш и немножко вот здесь на краях затемнила чтобы было больше контраста на обратную сторону конечно немножко протекло ну совсем совсем чуть-чуть даже мне кажется она еще не высохла когда она высохнет наверное она исчезнет все поэтому бумага здесь хорошая для протекающих материалов но вот именно именно мелкие аксон они не хотели здесь нормально размываться поэтому смотрите сами если у вас нет мелков вы можете это все делать точно также акварелью прекрасно если бумага позволяет если же есть мелки можно делать мелками и если что-то не так получилось можно акварелью потом отправить или гуашью и в крайнем случае гуашью можно что-нибудь здесь придумывать ну в общем здесь как бы сказать простор для фантазии безроничен но в целом в целом я думаю довольно таки понятно получилось и удалось принципе в целом этот мастер-класс если что если будут вопросы то пишите конечно спрашивайте таким образом у меня пополнилась айви еще одно нас на одну страничку у меня здесь был только вот этот разворотный марафон больше ничего так что этот мастер-класс как раз кстати пришелся чего я тут рядом такая хорошая страничка с моими любимыми скляночками баночками там внутри всякие светлячки в них тоже хочу раскрасить фон примерно как здесь вот эту эту окантовку тоже в таких вот цветах но только сами модельки баночках я хочу сделать голубой такой гамме и использовать холодный желтый цвет вот в этих баночках возможно в этих баночках будет холодный а переходить более теплый желтый цвет это посмотрим это потом когда-нибудь я сделаю ну все на этом принципе будем заканчивать получилась вот такая работа сзади я еще приближу возможно хотите детально посмотреть я еще совсем близко сделаю если фокус будет здесь думаю нормально вот как получается здесь переходы всякие подтеки мои любимые подтеки я сделала их часто применяю вот таким образом и вся картинка вся картинка в целом смотрится вот так ну все на этом все буду заканчивать желаю вам хорошего дня рисуйте с удовольствием раскрашивайте и до новых встреч пока каком